Выигрышная и проигрышная позиция в игре Цзянь Ши Цзы намного интереснее, чем кажется на первый год. А именно, они имеют самое прямое отношение к так называемой фибоначиевой системе счастления. Это не очень сложно, надеюсь, что мы сегодня успеем обсудить. И, что еще интереснее, они имеют отношение к так называемым равномерным расположениям. Вот давайте я сейчас скажу несколько слов про это самое равномерное расположение и покажу, как это связано с игрой Цзянь Ши Цзы. Понимаете, премьер, что никогда бы не подумал. Правила игры простые. У вас есть две кучки камней, и можно одним ходом взять или сколько хочешь из одной кучки, в том числе всю. Или поровну из двух кучек. Кто взял самый последний камень, тот выиграл. Оказывается, что это на первый взгляд просто игра имеет отношение ко многим математическим серьезным задачам. Одна из этих задач была придумана, тогда он был школьником, сейчас это замечательный, очень известный математик, Максимом Концевичем. Есть ли кто-нибудь из вас, кто учился в музыкальной школе? Я закончил. Я учусь. Отлично. Тогда вы знаете точно, как располагаются на рояле белые и черные клавиши. Да. Отлично, диктуете. Белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, черная. Пять черных или семь белых, так? Да. Отлично. Следующий вопрос относится к людям всем, потому что музыкальные школы не все учились, а это знают все. Январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь. Давайте назовем месяц длинным, если в нем 31 день. А если меньше, чем 31, то есть 30, 28, 29, это будет короткий. Но через один, а не? Не совсем. Марк длинный, апрель короткий, май длинный, июль короткий. Длинный, длинный. А вот июль и август оба длинные. Сентябрь короткий, октябрь длинный, ноябрь короткий, декабрь длинный. Ну, господа, давайте теперь посмотрим, сколько у нас длинных месяцев? Семь. Длинных месяцев семь, коротких месяцев пять. И вот теперь, почему именно так? Ну, есть длинная история. Есть длинная история, как это возникало, как там календарь создавали. Вот. А давайте мы сейчас сделаем так. Я нарисую на окружности. Собственно, я нарисую две окружности, да? И, собственно, отмечу, это очень быстро все делается. Б, Ч, Б, Ч, Б, Б, Ч, Б, Ч, Б, Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. А теперь, скажите мне, пожалуйста, похожи ли эти два или не похожи? Похожи, но не преодолевают. С какого места надо читать плюсики, чтобы они выглядели как ББ-шки? Ну, давайте посмотрим. Ну, вот с третьей Б, получается, с третьей буквы второй Б плюсики начать читать. У меня ощущение такое, что если я начну вот отсюда и начну здесь вот отсюда, то это будет одно и то же. Вот, посмотрите, пожалуйста, здесь минус плюс, здесь Ч, Б, здесь Ч, Б, здесь вот этот вот минус плюс, правильно? Да. Вот, потом вот это ББ, это вот эти два плюса. Потом они долго чередуются. Видите, да? По-моему, я правильно отказываю. Вот здесь, от верхних плюсов нельзя. А от верхних плюсов, по-моему, нельзя. Нет. Нет. То есть, смотрите, здесь расстояние между вот этими вот двумя плюсиками, здесь в одной, здесь такое, здесь такое. Нет, смотрите, вы, конечно, можете начинать здесь другого, если здесь другого. Вообще, господа, если мы увидели одно соответствие, то это уже хорошо. Это одна этажная последовательность, только чуть-чуть сдвинутая. Поняли? Поняли. Отлично. Отлично. Да, и на всякий случай, если внимательно посмотреть, то вот это вот сложение минусиков и плюсиков вообще-то симметрично. Понимаете или нет? Ну да. По-моему, оно симметрично относительно горизонтальной прямой. Да. Так, а плюсы. Здесь вот минусы, здесь плюсы, здесь плюсы, здесь минусы. Видите? А вот это. Вот. То есть, если перевернуть вот так вот картинку, то она перейдет сама в себя. Поэтому действительно, вот можно там идти по часовой стрелке, в некоторый момент можно идти против часовой стрелки, чуть-чуть в другую момент. Так, все, я считаю, что понятно. А теперь вопрос. Каким свойством обладает вот это самое равномерное расположение? Просто так написано по речи? Наверное, нет. Потому что и в музыке, и в месяцах почему-то люди выбрали это самое расположение. Свойство такое, оказывается, если вы возьмете, ну, например, две подряд буквы, то среди них черных либо одна, либо вообще не одну. Согласны? Если вы возьмете три подряд буквы, то вот здесь вот одна черная, здесь одна, здесь две, одна, две. Черных будет либо одна, либо две. Мы говорим, что равномерно расположены буквы В и Ч. В следующем случае, если, когда вы берете любое натуральное число Н, то среди Н подряд букв, количество букв Ч, ну или там количество Б, соответственно, количество, там, некоторых букв может отличаться в разных местах не больше, чем на единицу. Давайте я чуть-чуть написанную. Вот, да, смотрите, когда у нас по окружности написано, то запросто можно взять, вот разрезать расположение и периодически продолжить. Понимаете, да? Окружность можно так размотать. Представить себе, что это такое колесо, которое будет едет по прямой. Поэтому говорить о расположении по окружности, это то же самое, что говорить о периодическом расположении по прямой. Так, отлично. Так вот, представьте себе, где мы с одной на прямой. У вас есть абсолютно любой ряд букв, ну, там, не знаю, чтобы говорить не о плюсах и минусах, не о В и Ч, а какие-то буквы, не знаю, там, альфа и В, да? В, да, альфа, бета, альфа, 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 бета и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, смотрите, что мы делаем. Мы берем любые N подряд букв и в любом другом месте тоже любые N подряд и смотрим, сколько здесь штук букв альфа. Ну, например, будет X букв альфа, а здесь будет Y букв альфа. Так вот, мы говорим, что равномерное, если X от Y отличается не больше, чем Y. Какие два слова не возьми длины N, количество букв альфа в них будут отличаться максимум на 1. Поняли? Угу. Поняли, отлично. Так вот, господа, помните, у нас была такая последовательность, которая давала выигрышные и проигрышные позиции в игре «Ценшицы»? Да. Да. Замечательно. Давайте я напомню, как она получалась. Там были так называемые слова Фибоначчи. А, Б, А, А, Б, да? Ну и так далее. Каждое очередное слово получалось приписыванием к уже имеющемуся предыдущим. Помните слова Фибоначчи? Да. Вот. Замечательно. Замечательно. Так вот, сконсходы. Я напомню, какая там была операция. Операция там такая была. Из буквы А мы делали А, Б, а из буквы Б мы делали А. А, по-моему, так. Замечательно. Замечательно. Так вот, господа, заявление. Все вот эти слова равномерные. Если вы посмотрите, выпишите много-много, я сейчас не буду это делать, но любой из вас это легко можно сделать, и посмотрите, то вдруг выяснится, что это равномерное слово. Более того, оказывается, что для любого количества букв по окружности, если вы знаете, сколько из них должно быть этих самых плюсиков, сколько минусиков, да, или там сколько белых, сколько черных клавиш, вот эти вы заказываете, скажем, хочу, чтобы было 13 белых клавиш и 17 черных, или наоборот, или что-нибудь, да, любые числа, абсолютно любые. Оказывается, существует единственное равномерное расположение. То есть, вот это вот расположение для чисел 5 и 7, оно единственное. Никаким другим способом расположить нельзя. Это такая довольно интересная наука. Я надеюсь рассказать вам ее более-менее целиком. Ну, давайте я начну с одной геометрической картинки, которая делает понятнее вот эту вещь. Оказывается, с вот таким вот геометрическим расположением связана некоторая геометрия, некоторая прямая на плоскости. Вот сейчас мне будет очень трудно рисовать, а вам, наоборот, очень легко. Значит, я рассказываю, что нужно это делать. Нужно нарисовать сейчас, только, пожалуйста, не клеточки, а хотя бы две клеточки, понятно, да, в высоту 5, то есть 5 сантиметров, в ширину 7. Мне, ребят, это рисовать очень тяжело, но что я попытаюсь. Размеры 5 на 7. Понятно, откуда взялись числа 5 и 7? Да. Там 5 черных и 7 белых клавиш. Раз, два, два, четыре, пять. Шесть. Шесть. Теперь будет следующее. Я должен соединить два противоположных угла этого прямоугольника. Значит, давайте смотреть, как это делается. Угловой геоцент этой прямой – это 5 седьмых, да? Поэтому здесь она пройдет через точку 5 седьмых. Дальше она пройдет через 10 седьмых, то есть будет примерно здесь. Дальше через 15 седьмых, она будет вот здесь. Дальше через 20 седьмых, 20 седьмых, это чуть-чуть ниже. Дальше 30 седьмых, это будет 4 с небольшим, и дальше оно будет сюда. Вот она, наша прямая. Еще раз. У вас в цитраде это должно быть намного красивее, но и вам это сделает намного легче, чем мне. А теперь, теперь одна проблема, состоящая в том, что эта прямая проходит через угол. И проходит один угол в середине с другим. Так вот, я хочу избавиться от этого. Ну и сейчас есть два варианта. Либо провести прямую чуть-чуть выше, либо провести прямую чуть-чуть ниже. Как вам больше нравится? Выше. Выше. Выше так выше. Значит, итак, я провожу... Это абсолютно все равно. Просто нужно сделать какой-то выбор. Я провожу прямую, параллельно той, что была, и вот буквально чуть-чуть выше, вот на какие-то там доли миллиметра, то есть вот чуть-чуть-чуть-чуть выше, и вот здесь вот она тоже чуть-чуть выше проходит. Понятно? Замечательно. Господа, а теперь у меня будут две буквы. Смотрите, моя прямая пересекается с каждой вертикалью. Согласны? Да. Давайте мы мысленно отождествуем вот эту вертикаль с той, и тогда вертикалью будет ровно семь штук. Согласны? Да. Она пересекается с семью вертикалью. С каждой вертикалью это будет буква B, хорошо? С каждой вертикалью будет буква B, буква B, ничего страшного, я справлюсь. Б, да, а когда с горизонталью будет буква Ч. Че-Че, Че, и Че, и там тоже, да, и там тоже Ч. В общем, проверьте, буква Ч должно быть пять штук. Так? Буква Ч пять штук. Буква B должно быть семь штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, ура! Ура, совпало. Вот, пожалуйста, запишите это слово. Теперь смотрим, это совпадает с нашим словом или нет. Вот это. Б, Б, Ч, Б, Ч, Б. Б, Б. Да, понятно, да? Б, Ч, Б, 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 Б. Там днем отлично. Да, 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 надо с этого места читать. Вот чтобы... Ну, если угодно, вот это слово, Б, Ч, Б, Ч, Б, 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 это где? Можно первым примером не считать, а считать последним, вертикальным. Да, да. Посмотрите, правда, совпадает? Да. Совпадает. Отлично. Ну, таким образом, задача равномерных расположений, как ни странно, это в точности задача о том, когда вы проводите прямую на плоскости, когда она пересекает вертикаль, когда она пересекает горизонталь. На самом деле, все-таки, не вполне в точности. Представьте себе, все буквы Б, кроме одной буквы Ч. Такое бесконечное в обе стороны слово, в котором все буквы Б, а одна буквы Ч. Как вы считаете, можно это реализовать при помощи прямой? Ну, очевидно, нет. Очевидно, нет. Ведь что означает, что все буквы Б? Это означает, что она пересекает вертикаль. То есть, проще говоря, горизонтальная прямая. Но она почему-то в одном месте сумела пересечь горизонталь. Она должна идти низенько-низенько здесь, бесконечно близко. Потом пересечь и дальше опять прямаясь. Вот этого бесконечно близко не бывает. Поэтому... Извините, а почему она просто не может прийти по этой горизонтали? Тогда не будет ни одного буквы Ч. Слово из всех, пожалуйста, существует. А вот чтобы была ровно одна буквы Ч, такого не бывает. То есть, что у нас получается? У нас получается, что есть некоторая исключительная ситуация. Ну, на самом деле, чуть-чуть больше этих исключительных ситуаций. Но это именно такая вот исключительная ситуация. И примерно она соответствует вот этому прохождению через узел. Чуть-чуть приходится на эту тему думать. Вот оказывается, что можно в точности объяснить, как связаны равномерные расположения с вот таким пересечением. И для нашей задачи... Помните, у нас были эти слова? А, В, А. Помните, да? Для нашей задачи можно указать такую... Я повторяю, я боюсь сегодня рассказывать сразу все. Поэтому давайте сделаем сначала так. Я сначала докажу, что когда проведена прямая... То есть, прямая, которая не проходит ни через один из слов решетки. И отмечены вот так вот буквы... Пересечения с горизонталью это будет буква Ч. Пересечения с вертикалью это будет буква В. То обязательно получается равномерное расположение. Понятны теоремы? То есть, давайте называть вот такие слова геометрическими. То есть, они получаются из геометрии. Рисуешь систему координат, рисуешь вертикальные прямые, заданные уравнением Х, равного целому числу. Горизонтальные прямые, заданные уравнением Х, равного целому числу. Значит, проводишь любую прямую, отмечаешь вот такие буквы. Так вот, обязательно получается равномерное расположение. Понятно? Угу. Да, что? Вопрос. Если... Вы сказали, что когда мы берем любое число на бесконечное... Да. ...очередование. Если мы возьмем полностью... Вот от Б первой до последней Б, то у нас будет разница 2. Разница в чем? Разница между черными и белыми. Нет, вы не помните. Мы смотрим не на разницу между черными и белыми. Почитайте еще раз определение. На разницу между количеством черных и белых. Количеством чего? Букв. Каких букв? Афи и Амма. Замечательная вещь. Вы читаете не тот текст, который написан. Кстати, ребята, это очень многие люди так делают. Да. У меня есть некий прицел, и я через этот прицел смотрю на ИФ. Да? Вот смотрите. И здесь, и здесь написано, и подсчитаю одни и те же буквы. Когда берешь любые два слова одной и той же длины, то в них количество, там, в Б, например, должно быть не больше, чем на единицу отличаться. Не больше, чем на единицу. Поэтому, например, вот такое расположение А, Б, Б, А, Б, А, Б, А, Б, А, Б, такое слово из букв А и Б, оно, конечно, равномерное. Каждая третья буква – это А. Равномерное. Или такое А, Б, А, Б, А, Б, А, Б, А, Б. Или такое А, Б, Б, А, Б, Б, А, Б, Б, А, Б, Б, ну и так далее. Понятно? Их много, этих равномерных расположений, но при этом вовсе не обязательно их А и Б по равному. Так, все. Давайте. Я сказал тебе, что любое диаметрическое расположение является равномерным. Давайте еще раз. Геометрическим называется расположение, полученное вот таким вот образом. Поняли? И вот мы проводим прямую, чтобы не проходило ни через один пузел, ну, чтобы не путаться где-то там, где-то, где-то. И вот проводим прямую, и получается последовательность муж. Доказательство высшей степени простого. Правда простого. Предположим, что оно неравномерное. Что значит неравномерное? Это значит, здесь вот наша прямая, и где-то здесь есть пересечение с решеткой. Ну, я не буду точно арестовать, я хочу понять, что это, да? Решетка, решетка, решетка. И где-то здесь пересечение решетка, решетка, решетка. Да, вот как это, что-то такое здесь. И здесь вот есть н букв, и здесь тоже есть н букв, имеется в виду и тех, и тех. н букв, давайте, б и ч, и здесь тоже н букв, б и ч, да? Вот, но при этом здесь на две буквы ч у нас, на две или больше букв, больше, чем здесь. Смотрите, вот здесь вот букв ч имеется м плюс две. Так, ну, в принципе, я мог бы сказать, что здесь не обязательно м плюс две, может быть, еще больше. На самом деле, это не очень, не очень, называется, смысленно. Объясняю, почему, да? Потому что, когда вот у вас есть длинное слово здесь, если н букв, и длинное здесь, и представьте, что здесь бы ч было сильно больше, да? То тогда вы могли бы потихонечку по одной букве отбрасывать, и когда вы отбрасываете, то разница между буквами ч здесь и здесь, она каждый раз меняется не больше, чем на единицу. Потому что если вы отбрасываете, если вы отбрасываете одинаковую букву, то она вообще не меняется. А если вы здесь отбрасываете ч, а здесь b, то она уменьшается на единицу. Если вы здесь отбрасываете b, а здесь ч, то она, вы не понимаете, да? И поэтому так постепенно можно было, все-таки можно считать, что здесь м плюс две буквы ч, а здесь м букв, поняли, да? Так, но у нас по ровну букв всего. Значит, можно считать, что букв В у нас здесь какое-то количество К минус 2. А теперь надо просто спокойно нарисовать, что значит, что у нас всего М плюс 2 буквы Ч. Вы помните, что такое Ч? Это пересечение с горизонтальными, так? Значит, надо вот на этом участке нарисовать эти самые М плюс 2 горизонтальные. Рисуем. М плюс 2 горизонтальные линии. И наша прямая обязана их все пересечь, так? Так или нет? Так, отлично. Так, а что такое К минус 2 буквы М? Ну, это К минус 2 кое-как. Это вертикально. Это К минус 2 вертикально. Значит, я должен нарисовать вертикали. Их будет К минус 2 штуки. В нашем слове ровно М плюс 2. И поэтому вот это уже не пересечет. И вот это тоже не пересечет. И вот эту вот вертикаль не пересечет. И эту вертикаль не пересечет. Понятно? Да, еще, мы спокойно можем считать, что прямая идет с положительным углом коэффициентом. То есть не вниз, а вверх. Потому что прямая, которая идет вниз, она перевернитель и будет то же самое. Вот, теперь вопрос. Чтобы пересечь К минус 2 вертикали и М плюс 2 горизонтали, понимаете ли вы, что она должна была начаться где-то здесь, а кончиться где-то здесь? Наша треска. Ну как иначе? Она должна пересечься вот с этой линией, значит она где-то ниже. Она должна пересечься с этой линией, значит где-то здесь. Пересечься с этой, значит прямая выглядит как-то вот так. Поняли? Отлично. Извините, а здесь? Точно так же. Точно так же, только числа другие. Суммы разные получаются там. А должна быть n. Понимаете, то же самое? Так. Должна быть просто k. Вот. Глубочайшее спасибо. Потому что вы нас помните о спасли. Да, огромное вам спасибо. Сумма у нас, конечно, должна быть m в обоих случаях. Итак, на левой картинке изображены k минус 2 вертикальные прямые. И вот такой волнистой штукой показано, что она уже не пересекает. И здесь это тоже не пересекает. Эту горизонталь не пересекаем, не пересекаем. А m плюс 2 пересекает. Здесь нарисовано на 2 больше вертикальные. И они обрамлены опять теми, которые мы не пересекаем. А горизонтальных, вот здесь у них было 5 штук, значит, m равнялось 3. А горизонтальных, здесь наоборот, будет 3. На 2 меньше, то есть. И вот эти мы как раз не пересекаем. Вот, а теперь очень важно. Наша прямая должна начаться где-то здесь и закончиться где-то здесь. Согласны? А вот теперь заявление. Не может одна и та же прямая выглядеть и так, и так. Почему? Потому что очевидным образом. Вот здесь вот она наклонена. У нее угловый коэффициент меньше, чем у этой. Давайте объясню, как максимально сильно может быть наклонена вот эта прямая. Возьмем вот эту точку как можно ниже, эту точку как можно выше, и вот эту как можно правее, а эту как можно левее. Поняли? Тогда что это будет за прямая? Это будет прямая, соединяющая вот эти углы. Правильно? Так, у нас было вот здесь вот, я помню, м-линий. Значит, по высоте будет м плюс 1. Согласны? Вот если здесь три линии, то расстояние здесь 4. Ну, то есть на единицу больше, чем количество этих линий. Так? По высоте у нас будет м плюс 1. Вот расстояние между этими точками. Давайте я его покажу вам так. Вот это расстояние. Вот это расстояние, это будет м плюс 1. Замечательно? А по обсцессе это будет что такое? По-моему, это будет к минус 1. Вот смотрите, к это же угловое количество вот этих вот штук, отрезков. А расстояние на единицу меньше. Значит, здесь вот такое отношение. Согласны? И это максимально большой угловой коэффициент. На самом деле, наш угловой, настоящий угловой коэффициент этой прямой меньше, чем вот это число. Угловой коэффициент давайте обозначим какой-нибудь там мукой. Не знаю. Т. Да? Т это угловой коэффициент. Что такое угловой коэффициент, все помнят, да? Это отношение, приращение по ординате, приращение по ординате. Так вот, Т меньше, чем м плюс 1 делить на к минус 1. Отлично. А теперь смотрим на эту картинку. Как максимально, наоборот, положить вот эту прямую? Для этого надо взять вот эту точку здесь вот, а эту точку вот здесь. Согласны? Да? Чтобы она максимально легла. Замечательно. Смотрим тогда. Вот этих вот прямых было м плюс 2 штуки. Так значит, по высоте, господа, между ними будет в точности расстояние м плюс 1. Понятно, объяснял? Угу. Так. А по горизонтали? По горизонтали здесь вот этих отрезочков было к минус 2. Значит, вот это расстояние, это к минус 1. Понимаете? То есть, 3, 4, а расстояние 5. Вот это вот состояние, это к минус 1. Ну, дэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэйдэй. К минус 1. Господа, опять получается, что угловой коэффициент, угловой коэффициент, только там он был меньше, а здесь он больше, чем м плюс 1 делить на к минус 1. То есть, ребята, это просто рассмотрение картинки и понимание того, что если в какой-то момент у вас стало слишком многому в че, это значит, прямая стала весьма вертикальней. А если у вас, наоборот, стало много букв B, то в этот момент прямая стала более-менее пологой, потому что B, это значит, пересекает вертикаль, то есть идет полога. И вот, и, соответственно, получается... Вот. Поняли?